Привет всем! С вами Антон Кучумов, а это значит, что вы смотрите очередной выпуск видеоблога на канале Workout Fitness городских улиц. И сегодня мы поговорим об одной очень интересной теме. Мы поговорим о том, что такое идеальная техника выполнения упражнений. Первое и самое главное, что стоит сказать, это то, что у любого упражнения может быть огромное количество вариантов. Можно по-разному ставить руки, можно делать его в полную или частичную амплитуду, можно смещать какие-то акценты. Но суть в том, что люди делают упражнения по-разному, и каждый человек волен делать упражнения так, как он считает нужным. Не нужно подходить ко всем и говорить, эй, парень, ты делаешь что-то неправильно, потому что вполне возможно, вы просто не знаете для чего и почему человек делает именно так. Возможно, у него были какие-то травмы, которые мешают ему делать упражнения так, как вы привыкли его делать, или, может быть, он просто не чувствует его в другой амплитуде. Причин может быть масса, и суть в том, что не нужно всех под одну гребенку складывать. И давайте сразу поясню, что я имею в виду. Например, возьмем подтягивание. Вы можете подтягиваться обычным хватом сверху. Вы можете подтягиваться как открытым хватом, когда у вас большой палец сверху, так и закрытым, когда большой палец снизу. Можете подтягиваться хватом пошире, поуже. Вы можете даже делать частичные подтягивания в неполной амплитуде. Например, некоторые так тоже тренируются. Доверху, до 90, доверху, до 90, доверху, до 90. И у вас могут быть на это причины. У любого человека, которого вы увидите на площадке, встретите, тоже могут быть причины, по которым он делает то или иное упражнение именно таким образом. Но когда мы говорим об идеальной технике, о правильной технике, и когда я показываю на видео ту технику упражнения, как я ее делаю, я отталкиваюсь от двух основных моментов. Первый момент – это, само собой, безопасность. То есть, когда вы делаете любое упражнение, вы должны делать его таким образом, чтобы это вам не навредило. Никто не любит получать травмы, даже маленькие. И особенно это касается новичков, потому что у них очень много рвения. К тренировкам вы хотите тренироваться, 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 а травму отбрасывают назад. Поэтому, когда я показываю, как я делал какое-либо упражнение, я думаю о том, чтобы оно было безопасным, чтобы вы не получили травму. И это очень важно, особенно если вы только начинаете свои тренировки, поставить правильную технику, научиться делать упражнения так, чтобы они были естественными для вас. С этой точки зрения, есть более естественные упражнения, есть менее естественные. Все строится на биомеханике. Но иногда риск оправдывает средство, иногда нет Если вы занимаетесь для себя, для своего здоровья То, наверное, стоит избегать каких-то очень травмоопасных упражнений И думать о том, чтобы упражнения были безопасными Я поясню, что имею в виду Например, возьмем подтягивания Широким хватом Это отличное упражнение для мышц спины Когда вы делаете подтягивания обычным Хватом сверху Это довольно безопасное и естественное движение В то же время вы можете найти в интернете на видео Много очень советов Которые будут рекомендовать вам делать подтягивания за голову Как более эффективное упражнение Для прокачки спины, широчайших и так далее На самом деле нет никаких исследований Которые бы сказали, что это упражнение более эффективно По сравнению с другими вариантами подтягивания Но то, что оно более травмоопасно Это так, потому что Ваша плечевая манжета Ваш плечевой сустав Он выворачивается В довольно-таки неестественное положение По сравнению с обычными подтягиваниями И это добавляет травмоопасности упражнения Поэтому делать это упражнение или нет Решать, конечно, вам Но я лично не вижу никакого смысла в нем Если оно не добавляет вам никаких бонусов То зачем рисковать здоровьем, правильно? Ладно, безопасность безопасностью Но это половина дела Потому что, когда мы приходим на тренировки Мы чаще всего приходим сюда за результатом И поэтому второе условие От которого мы отталкиваемся, говоря о технике Это эффективность упражнения По умолчанию, чем более эффективное упражнение Тем оно лучше При сохранении, конечно, безопасности То есть, если отжиматься на брусьях в полную амплитуду Так же безопасно, как отжиматься на брусьях в частичную Но при этом дает больший результат То я всегда буду рекомендовать вам отжиматься на брусьях в полную амплитуду И это касается абсолютно всех упражнений В то же время я никогда не буду говорить о том Что одно упражнение лучше другого Если оно менее безопасно Потому что в долгосрочной перспективе Вы занимаетесь для себя, для своего здоровья Я покажу, что я имею в виду Потому что на брусьях это показать довольно легко Когда я говорю про отжимания на брусьях То как минимум я говорю о том, что локти, угол в локтях должен быть ниже 90 градусов То есть вы приняли упор Опустились вниз, ниже 90 Поднялись вверх Очень часто я вижу, как люди не дорабатывают в амплитуде То есть там не то, что 90 градусов Там даже 45 в верхней части не всегда получается Чаще всего это связано опять же с тем, что просто не разработаны плечи То есть недостаточной гибкости И поэтому человек просто не может опуститься ниже Я и сам раньше этим грешил, пока не начал записывать видео Не посмотрел на себя со стороны И понял, что это действительно один из тех моментов, которые мешают мне получать результаты Вот такие два момента, которые я всегда имею в виду, когда говорю о технике И показываю ту или иную технику, тот или иной вариант исполнения Во всем остальном вы абсолютно свободны И это же воркаут Вы можете делать абсолютно любые упражнения, которые только захотите Вариантов масса И единственное, что вас ограничивает, это ваше собственное воображение Ну вот и все на сегодня Получилось такое небольшое, но, надеюсь, полезное видео И теперь вы понимаете, что нет одной единой идеальной техники Чтобы там не писали в журналах или в интернете У каждого может быть своя техника Но главное, о чем вы должны помнить, это о безопасности и об эффективности С вами был Антон Кучумов До встречи в следующих выпусках Пока Снимаешь, делаешь чисто, ты все равно делаешь там Немного тела помогаешь Немного, да То есть, наконец, да, лучше все-таки выжать из себя все Суть в том, что Девчонки, давайте еще по-плодируем Да потом мы, как бы, почти